Я по стариковке вот так под пилочку. Главное результат. Результат это качество. Полосочка за полосочкой, а не спеша шьем, творим. Идеально ровненько все. Следующее. Этот заказ у нас пришел из города Грозный. Как обычно классика, это у нас рефорсинг. Вещь получится шикарная. Работа очень ювелирная. Здесь торопиться никуда не надо. Аккуратненько. Стежок за стежком. Следующий. Шубку нужно отдать вовремя, потому что она к определенной дате нужна. Будет праздник и вот именно празднику нужна эта шубка. Мы других наших заказчиков попросили немножечко потерпеться своими заказами, чтобы пропустить вот эту шубу в первую очередь. И вот сейчас помощником собираем помощник с другой стороны. Слышите, машина-то работает. А я с этой стороны. И потихонечку спешим. Видите, как все ровненько получается, аккуратно, очень крутой, ювелирная работа. Пол полоски идет завершение у нас очень аккуратно. Никаких пропусков не было. Мех хорошо был заправлен. Все, вот пол полосочки собрано. Теперь собираем нижнюю часть полосочки. Вот. И теперь... Смотрите, какая кропотливая работа здесь. Вот. И теперь представьте, я все время говорю, что у нас работают только мастера. Представьте, что вот эта кропотливая работа, которая сейчас проделывается, где-то на каком-то участке кто-то вот это все испортит. Это просто недопустимо. У нас такого нет. Во-первых, мы съем шубы для вас. Во-вторых, мы стараемся. Мы стараемся абсолютно на всех участках. Практически все детали уже от этой шубочки у нас готовы. Вот. Это очень кропотливая работа. Ювелирная, хирургическая работа. И она дает свой результат. Вот посмотрите. Вы видите, как струится мех? Вот полосочка к полосочке. Никаких поперечных швов. От самого загривочка до самого гуска одна деталь. Таких деталей в шубе, именно конкретно вот в этой встане, будет 16 штук. 16 деталей. Ну, посмотрите, как струится. Мастера выполнили эту работу на 5 с плюсом. На 5 с плюсом. Которые вот именно собирали эти полоски, эти детали. Вот. Теперь эти полоски переходят к другому мастеру. Вот. И другой мастер осноравливает и собирает их в одно единое полотно. Вот эта половинка, еще вот недособрана. Она на станушке лежит. Вот. И ее обратно отправим. Собирает полотно. Полотно должно быть собрано идеально. Если мастер, который осноравливает и собирает полотно, допустит хоть какую-то ошибку, то вот этот труд, вот этот труд, который вот здесь вы видите, он весь просто пойдет коту под хвост. Насмарку. А вы видите, какая здесь проделана работа. Здесь работа, еще раз повторю, здесь хирургия. Здесь ювелирнейшая работа. Ювелирная работа. Поэтому мастер, который делает осноровку, он в команде. Их он не имеет права это осноровить криво, косо или неправильно. Он делает все идеально ровно, с пониманием того, что он делает. Он понимает, что это шкурка норки, что это деталь от шубы, что обрезать нужно ровненько, что конкретно эта шкурка будет где-то в районе борта, допустим. Вот эта шкурка по центру спинки, вот эта шкурка где-то пойдет в пройме. Он это все понимает. Он не как робот работает. Он видит мех, он его чувствует. И работает с ним как профессионал. Кто смотрит мои видео, уже видел, как это происходит. Вот, например, вот этот цвет наш бирюза лежит. Тоже вот готовые распущенные полоски. Посмотрите, посмотрите, как струится мех. Смотрите. Этого добиться можно только технологией распуска. Ну и, естественно, качество. Качество тоже на высочайшем уровне. Следующий этап. Правка. Правки тоже все должно быть идеально. Если осноровка и сборка была сделана правильно, то и правка будет сделана идеально. Правка на шкурках из меха норки сшитых в роспуст, она делается как минимум два раза. Это очень сложный процесс не только сборки, но и правки. Там на щитах уже основы готовы, рукавов, капюшонов, воротников. Как минимум два раза, а то и бывает три раза. Она должна выправиться, эта шубка. Затем она попадает опять в закройщику, который делал осноровку. И он после набивки уже обрезает поликалом. Проклеивает, укрепляет проемы, горловины. Это все можно посмотреть в моих видео. И после этого шуба стирается и попадает на участок с подкладой. Подклада после всей этой огромной проделанной работы уже придает лицо шубы. То есть мы видим шубу, ее товарный вид. И она тоже не имеет права на ошибку. Она не может там что-то испортить. И там тоже работает на этом участке профессионал. Вот это и называется команда. Команда, которая несет ответственность каждый мастер друг за друга. Каждый мастер понимает, что он делает. Каждый мастер осознает, с каким материалом он работает. Каждый мастер понимает, сколько это стоит. И каждый мастер вкладывает частичку себя в эти изделия. Давайте еще раз посмотрим. Посмотрите, как шикарно вот роспуск укладывает смех. Прямо вот он струится. Это очень сложная технология. И только с ее помощью мы можем достигать вот такого результата. А ценительницы шуб из натурального меха, из норки. Они всегда выбирают роспуск. Потому что они понимают, что эту работу делают только профессионалы. Если вы все еще сомневаетесь, заказывайте. Мы, профессионалы, мы сделаем вещь идеальную. Именно для вас. Субтитры создавал DimaTorzok